Провели, получили еще больше мотивации, потому что сейчас выступит перед вами золотой лидер, она путешественница, она много где была, у нее свой опыт достижения этой квалификации, да? И я думаю, что много интересных моментов и фишек вы для себя узнаете, потому что история успеха каждого золотого лидера, это своя история, и в каждой этой истории можно для себя что-то взять, хорошо? Хорошо, я сюда хочу позвать Ларису Иванову, это золотой лидер из города Ростов-на-Дону, Лариса Иванова! Спасибо большое, как ваше чудесное настроение? Чудесное настроение! А я не сомневалась, да, потому что мыслим позитивно, как мы думаем, так у нас все сбывается. Но я хочу начать, наверное, свое выступление с того, что зачитаю, наверное, многие в командном чате Сергея Тишко это видели, и если вы будете не против, то как раз это мое выступление будет ответом на это письмо. Итак, Ольга Туризм, Италия. Добрый день, Лариса Иванова, вы образец путешествующего и работающего лидера. Хотелось бы узнать, как вы построили новую ступень, в частности, какие у вас есть методы работы онлайн, прямые контакты, что вы считаете главными приоритетами в работе, нет ли у вас видеопрезентации или презентации на эту тему. Ну, сейчас будет. Ну вот, если вы не против, то как раз выступление будет ответом на это. Да? Принимаем? Да. Ну и немного истории. В 2013 году в конце года я подводила итоги уходящего года, я это делаю каждый год, и планирую цели на Новый год. Ну и как-то на тот момент мне было грустно, потому что то, чем я занималась, меня перестало мотивировать. Я человек, который любит разнообразие в жизни. Для меня вот, когда какая-то тише гладь, это уже просто становится скучным, да. И я люблю, конечно же, путешествовать, и люблю яркую, интересную, разнообразную жизнь. И вот я задумалась, чем же мне начать заниматься. Я была в поиске, что-то пробовала, ничего меня не удовлетворяло. И вот на этой такой вот грустной ноте в конце декабря, перед Новым годом, я стала писать цели. Я думаю, а что делать? Надо же действовать. Вот лучший выход из депрессии — это, наверное, действие, да. Нужно действовать. И не видела выход, но важно написать. Мы знаем, что цели, они материализуются, да, когда мы их пишем на бумаге. И я во всех сферах жизни что-то написала. И в разделе «Досух и отдых» я написала «Я много, 2014 год, я много путешествую». В 2014 году, да. И мозг говорил, как ты можешь много путешествовать. Вот у тебя сейчас такая какая-то кризисная ситуация. И в это время у сына родилось двойня. Надо как помогать, да. Дом недостроенный, невестка в декрете. Ты тут путешествуешь, да, что тебе подумают. Но, тем не менее, я знаю, что там наверху разума и мудрости больше. И вот в этом разделе я так написала. И вот после Нового года, в январе месяце, ко мне приходит мой друг, поздравляет меня с праздниками и говорит, «Лариса, а ты любишь путешествовать?» Я говорю, ну, конечно, конечно, люблю. Ну, вот тебе книга «Календарь путешествий». Выбирай, куда мы поедем. Я говорю, ой, Василий, да у меня сейчас такая ситуация. Он, подожди, я тебе сейчас расскажу, и ты поймёшь, что всё можно. Я думаю, во, я же это написала, доверяй. И я с накрахмаленными ушами, с открытым сердцем и душой, стала слушать то, что он стал рассказывать. И вот, вы знаете, действительно было очень мало информации об этом. И действительно, как всегда, мы вешаем, да, на весы ставим за и против. И были, естественно, какие-то сомнения. Но, если ты написала, если ты об этом мечтала, как же можно, да, иметь такую глупость, чтобы потом отказаться? Чтобы не было, помните, как ты, притчи, когда человек тонуло, свыше ему присылали и лодку, и самолёт, и так далее, да. А он, нет, меня Господь спасёт. Так и я. Лариса, ты написала, что ты хочешь много путешествовать. Тебе дарят книгу, тебе дарят возможность и дарят метод, как можно много путешествовать. А чтобы много путешествовать, нужно много зарабатывать. Тебе дарят удочку, да, ты можешь построить сеть, ловить сетями, и ты будешь ещё сомневаться. Нет, если ты написала, тебе пришло, иди навстречу. Я заняла деньги, взяла самый большой пакет лайф и стала работать. Первой моей подключённой была женщина, которой тогда было 73 года. Да, она сказала, я буду путешествовать сама, как это делают за границей, и самое главное, что я оставлю по наследству своему внуку то, чем он потом тоже сможет, что он сможет использовать, чтобы он видел мир, чтобы он развивался, посещал разные страны, чтобы мы путешествовали вместе, и чтобы он всегда меня вспоминал добрыми словами. Далее я себе сказала, Лариса, ты в сообществе самостоятельных путешественников. Значит, нужно именно путешествовать, и ты в бизнесе, нужно зарабатывать. Вот знаете, сейчас есть партнёры, те, которые каким-то образом непонятным не откатывают ваучеры, то есть они пришли, может быть, просто деньги зарабатывать. А есть партнёры, которые, ну, просто откатали ваучеры, и они не строят бизнес. Я решила, что раз я в таком сообществе, которое мне предоставляет такие уникальные возможности, и быть в начале самого этого бизнеса, тогда, когда идёт реформация, ну, как это можно не использовать? И я приняла решение всё это совмещать. То есть мне нужно путешествовать, и мне нужно строить бизнес. На тот момент как раз, наверное, многие помнят, была тревел-система, Олег Быков, другие ребята, и я тоже вошла в эту систему. Мы проводили вместе вебинары, и потом как-то они написали, едем в Таиланд, кто желает, присоединяйтесь. Вы знаете, никто больше не присоединился, я присоединилась. И на тот момент я уже заработала, где-то порядка 10 тысяч долларов у меня были, вот, и я решила, что я должна поехать, полететь в Таиланд. Этих людей я никогда лично в глаза не видела, вот только по интернету, поскольку мы были в одной системе. И первый раз я прилетела на московский семинар, наш по онлайн-туризму, и после этого в аэропорту я впервые увидела Олега. То есть молодые ребята, которые моложе моего сына, такие высокие, худенькие. Ещё одна парочка, их такие же друзья, приехали. То есть вот лет по 20, наверное. Ну, я присоединилась. И вот мы полетели в Таиланд. Я не знала вообще, на какой срок я лечу. Я понимала, что со мной едут, в принципе, чужие люди, в плане того, что мы не у друг друга в структуре, мы друг другу ничему не должны, ни к чему не обязывающие отношения. В общем, не знала я, когда мы вернёмся обратно, когда я вернусь обратно. Я знала, что они летят на полгода, у них такие были планы. И вот думала, ну, может быть, месяц, ну, может быть. В общем, не знала. Страштовато было, честно. Языка не знаю. Людей тоже не знаю. Мало таких точек соприкосновения, да. Окружающие тоже начали там как-то запугивать. Одна мне подруга сказала, говорит, Лариса, ты вот работала в детском доме, я педагог по образованию. Я когда-то действительно лет 13-14 работала в детском доме. Наверное, вот я таким осталась сама, взрослым ребёнком. Ну, с кем поведёшься, да. Вот. И она говорит, ты вот в розовых очках. Одеваешь розовые очки, и тебе всё кажется прекрасным. Ты веришь во все сказки и так далее. Друзья, забегай немного вперёд. Я вам хочу сказать, это так классно. Надевайте почаще розовые очки. Никого не слушайте, потому что по вере нашей будет нам. Потому что чудеса действительно, они сбываются. И поэтому вот я одела розовые очки и поехала. Вы знаете, я сейчас, когда смотрю свои видео, когда я вспоминаю всё это, я думаю, боже мой, а если бы я усомнилась? А если бы я пошла навстречу своим страхам? А если бы я послушала тех, кто меня отговаривал? Да не было бы в моей жизни таких чудес. Потому что это такое насыщение энергии. Потому что это, наверное, самые такие яркие вот эти два года в моей жизни. Они самые яркие, самые классные. Три с половиной месяца я путешествовала только по странам Индонезии. То есть первая страна-то была Таиланд. Причём мы бронировали, естественно, всё через Fireflies. И каждые пять-шесть дней меняли отели. Было такое, что мы жили даже в разных отелях, но в основном придерживались вместе. А так я находилась большей частью одна. Ну где-то экскурсии были совместные, где-то в Ройс. Но я проживала одна. Конечно, это получалось дороже, потому что номер-то можно было на двоих разделить. Но вот желающих больше не было, чтобы кто-то поехал. Я просто не упустила шанс. Я путешествовала месяц по Таиланду. Это был Пхукет, это был Краби. И многие места интересно было менять, потому что каждый раз что-то новое экскурсии. Мы были как фото-корреспонденты. Делали фото, видео чего-то. Я стала вести канал на Ютубе. Это, конечно, было здорово. Знаете, такая у тебя работа, что тебе сегодня нужно съездить на экскурсию. Завтра тебе нужно покататься на слонах. Послезавтра надо, чтобы кто-то тебя сфотографировал, снял на видео, как по тебе, как по пальме обезьяны бегают и так далее. Вот такая вот работа. Катайся. Я научилась съездить на мотобайк, как впервые, когда это было. Ну вот поехали, поехали. Ну представьте, две пары молоденькие. Я села на этот мотобайк. Ну, мне же нельзя отставать. Я вообще-то поехала тоже работать. Тоже мне это все снимать надо на видео и так далее. Вот села на мотобайк. Ну сказали, тут поверни, тут нажми. Так и сделала. И еще, представляете, там движение-то задом наперед. Вот если ты выйдешь по привычке, посмотришь налево, а потом направь, я просто собью. Поэтому, а пешеходных дорожек практически нет. Кто был в тех краях, они знают, да? Вот. Поэтому нужно было сразу все знать, как тормозить, знать, что куда нажимать. И понимать, что движение задом наперед. И ни от кого не отставать. С чем я удачно, успешно справилась. Потому что кто-то там даже упал, кто-то что-то. Вот, у меня все было хорошо. И просто незабываемые дни. Незабываемые фото. Это те фото, те видео, которые действительно сейчас дарят такую энергию. И я это все выставляла на канал YouTube. Я делала какие-то там посты в соцсетях. После Таиланда это была Малайзия. И в Малайзии, ну, наверное, давай, Павел, покажешь. Я записала одно из своих видео, которое назвала «Этот офис может быть твоим». Да, ну, многие ко мне подходили и говорили, мы тебя узнаем по твоим видео на канале. Я Паше сказала, найди Лариса Иванова. Он говорит, «Иванова такая фамилия, где там тебя искать?» Я говорю, я первая буду искать, в общем-то, не нужно было. Ну, посмотрите. Это уже в Малайзии. Кололом. Это островная часть. Да. После Кололомпура. А ты тут буквы включил или на буквы? Да не ставь. Привет, друзья. С вами Иванова Лариса. И я приветствую вас из своего офиса. Где мой офис? Вот эта вот вся красота, это сегодня мой офис. Вы не ослышались. И знаете, что самое классное, друзья? Что этот офис не имеет географических и красивых видов. Я сама выпущу. И за него не нужно платить аренду. И он перемещает. Везде наш офис по всему миру, там, где мы путешествуем. Недавно такой же офис у нас был в Таиланде. Я пока буду рассказывать, пока Павел настраивает. Не думаю, что так сложно включить видео на флешки. Да, хороший вопрос. Да, действительно, везде выставляла свое. На разных пляжах, и в Пхукете, и на островах Краби. Везде, где есть интернет, везде наш офис. И далее мы переехали в Малайзию. Я вас сегодня приветствую. С островной части Малайзии, из Куала-Лумппур, из столицы. Мы недавно приехали сюда. И здесь мы тоже работаем. Знаете, как здорово, когда ты делаешь то, что всегда делаешь. Вдруг понимаешь, что это у тебя работа. Хотя работать, назвать это сложно, потому что я и раньше это делала. Но я не знала, что за это могут платить деньги. А сейчас я понимаю, что можно путешествовать, можно не иметь никаких границ. Мы путешествуем уже полтора месяца и зарабатываем деньги. И недавно приобрела хороший фотоаппарат, которого меня сейчас снимают. И хочу вам сказать, друзья, что все возможно. Ханите прочь все страхи и сомнения. У вас тоже может быть вот такой вот офис. Поэтому я вас приглашаю. Путешествуйте с нами, путешествуйте без нас. Путешествуйте лучше нас. Но хочу сказать, что с компанией Firefly все возможно. Мы экономим большие деньги. И мы не просто выгодно путешествуем, но мы еще и прибыльно путешествуем. Поэтому здорово, потому что весь мир наш. И вот сейчас у нас в России зима, а я как будто отмотала назад время. Я вернула себе лето. Это, конечно же, отлично. Ну, а теперь хочется пойти окунуться, поплавать. Поэтому до новых встреч, друзья. Пока-пока. С вами была Иванова Лариса. Ну вот, много таких разных видео, очень интересных. Можете тоже зайти, Иванова Лариса сразу увидите наверху. И там в плейлистах. Там интересно очень, да, и по Таланду, и по Сингапур следующий. Да, вот Сингапур. Ну, а потом посмотрим тоже. Коротенькая, да. Так вот. Я когда-то в 2009 году я сняла белый, да? Так кто разговаривает? В жизни лучше меня нет. Паша. Паша. Я не дихала белый калатник. Пашу на мыло отдадим. На мне так плохо работает. Я тут на флешку все закрасила. И, значит, месяц был Таиланде, месяц был Малайзия, Кула-Лумпур, потом островная часть, тоже абсолютно разные места. И потом это был Сингапур. Это я настояла, я очень мечтала, чтобы был Сингапур. Это была моя мечта. Я когда видела у кого-то вот эти фотографии, знаете, вот в этом бассейне, не просто в Сингапуре. Не просто в Сингапуре, а вот в этом знаменитом отеле Марина Бэй, да? И вот я когда видела эти фотографии, или где-нибудь журналы, да, когда человек на фоне вот этих высот, так красиво, я прямо близлась всем друзьям, говорила, хочу, хочу, неужели у меня когда-нибудь может такое сбыться? Я даже не ожидала, как это быстро разбудится. Представляете? Приехали в Сингапур, именно жили в этом отеле. Это уже моя настоятельность была. Я говорила, если не вместе, я одна полечу. То есть я уже такая осмелела. И не просто даже там жили, не просто сделали фотографии, а сделали видео с бассейны. Даже оттуда проводили вебинар. Представляете? Вебинар с 57-го этажа. Ну, давайте, пока. Я хочу, чтобы вы не за меня порадовали, потому что сбылась моя мечта. И я нахожусь в самом крупном отеле мира. Отель Марина в Афине на 57-м этаже. Посмотрите, какая здесь красота. Какие здесь величественные, красотные, красотные здания. Это просто супер. И сегодня плаваемое компознение, радуют. Вчера вечерними зданиями любовались. Это просто потрясающе. И мы все просто захлестываем через край. Это так, здорово. И вот я сейчас на самом самом крае. Друзья, путешествовать – это наше. Путешествовать – это ваше. Путешествовать должен каждый человек. Потому что так клево, потому что так круто, потому что так классно. Потому что в этих ярких событиях жизни мы потом всегда будем вспоминать. Они нас будут согревать и нас вещать такой непопрозимой мемергией. Это краска, это драйк, это здорово, друзья. С вами была Неводон Риса. Пока-пока. Спасибо. Вот таки много различных видео. И Новый год я уже отмечала на Бали. Месяц тоже был на Бали. В общем, я уехала из дома в середине октября, а вернулась в Ростов в конце января уже следующего года. Представляете? Я сама от себя этого не ожидала, но я хочу сказать, что вернулась другим человеком. Пусть мне теперь кто-нибудь попробует что-нибудь сказать, готова порвать честно. Но, наверное, как-то уже мне лично, мои знакомые особо не говорят. И даже если кто-нибудь приходит на встречу иногда вот так вот, а я просто говорю, ну, три с половиной месяца я путешествую только по странам Индонезии и называю. И, знаете, так сдувается тот, кто пришел там пальцевером, сдувается. Конечно, много путешествовало. Если взять в общей совокупности, то, наверное, за два с небольшим года это было, ну, больше семи месяцев путешествий в совокупности. Это было, конечно, много путешествий в совокупности.